Самая простая советская семья. Мама была с 3-значатым высшим образованием, то учительница работала, то где-нибудь инженером, то в ПТУ. Бабушка была где-то статистикам. С отцом мама разошлась, мне было 10 лет. Но семья была такая воспитанная. Насчет культурности не особенно, но с какой-то внутренней культурой все-таки была. И поэтому расположенность культуры тоже была, и поэтому я во второй школе обжился и напитался тем, что там было хорошее, насколько я это сейчас понимаю. А потом уже одновременно, даже позже, мама крестилась раньше, выцерковилась позже, бабушка уже позже и крестилась, выцерковились. А будем все сведения, начинались и кончались с реферации Маяковского к его произведениям. Ну такие страшные попы, знаете. А что самое хорошее было в школе, ну кроме качественного знания математики, чем запомнилось? Самое хорошее, это я всем рассказываю, как анекдот, что я как-то сидя на роде химии, порвал линолин на столе, рвал его и рвал. Учительница это не понравилась, она меня отправила к директору. Я пришел к директору, ожидая разноса, а он мне спокойно голым сказал, чтобы я его починил, починил этот стол. И это меня весьма потрясло. Такое отношение, учителя относились к нам как к людям, ну по крайней мере общий тон такой был. Помню тоже потрясающую историю с классным руководителем, которая вызвала мою маму в школу. Потому что я очень много прогуливал, вопиюще много прогуливал. И она вызвала мою маму в школу, был очень умный мальчик, и я попросил Наталью Васильевну, чтобы она маме не говорила, что я прогуливаю. И она согласилась и не сказала маме, что я прогуливаю. Это был очень большой урок отношения учителя к ученику. Ну, конечно, не должна была так поступать, естественно, она и вызывала маму, чтобы рассказать, что я прогуливаю. Но она дала урок благородства. Вот это в школе, я считаю, было самое главное. И, кстати, там совершенно немыслимо были какие-то драки. Ну, у меня столько ребят, конечно, бывало какие-то разборки, как сейчас говорят. Вот. Но хулиганство, как некое массовое время, было просто, ну, не киномство было там невозможно. Хотя, конечно, мальчишки были мальчишками, там и возились, и резвились, там, в общем, не думаю, что значительно отличились от других мальчишек. Ну, интеллектуальный уровень был, конечно, повышенный, потому что практически все поступали, естественно, в высшую учебные заведения, многие университеты. Ну, вот отстал я, я был, кажется, из самого среднего, но легко поступали в институт типа МИЭМ. Вот я на МИХМАТ не поступил, но на МИЭМ поступил легко. То есть МИЭМ поступил легко. Такой был уровень. А на МИХМАТ Вы поступали там? Ну, там интересная была история. Я школу кончил очень рано. Мне, собственно, не было еще шестнадцати лет, потому что я в свое время когда-то перепрыгнул через один класс. Естественно, зачем? Как раз, чтобы успеть в эту школу, класс занков. Вот. И решил, и поспал после школы медицинский. Вот. По самым туманным соображениям я там спортом занимался. Это, вроде, ну, спать физкультурный, но физкультурный, как было, не солидно. Поэтому близкий медицинский решил поступать и поступил. Вот. И все ждал, когда начнутся науки, потому что я не понял, что там все. Ну, анатомия, гистология, все это, конечно, ну, как бы интересно. Вот. Все воспринималось как какое-то введение. Хотя уже прошли эмбриологию, там уже прошли паразитологию. Ну, а полгода прошли, я сдал экзамены за первый семестр и уже крайне заскучал. Вот. И по математике, потому что я хотя способностей не... не было больших способностей. Вот. Но мне всегда любил математику. По математике заскучал, да и по друзьям заскучал. Вот. И я медицинский не стоит бросил. Вот. Конечно, это было непрактично и не стоило, конечно, и поступать не стоило под таким соображением, какие были вместо физкультурного. И, конечно, бросать не стоило. Вот. Вот. Ну, с другой стороны, что я считаю правильным, это было то, что... Ну, и то, что я искал своего пути. Вот. И правильно, что молодой человек, 16 лет, ради поиска пути бросает один из двух. Ну, чтобы после другой. Вот. Вот. Наверное, усердно готовился. Подготовился очень... очень хорошо. Ну, Мехмат где-то там уровень повышенный. Вот. Мог бы, конечно, и поступить, но мог и не поступить. Ну, и не поступил. Ну, и не успешно Мехмат сразу поступил в БМ, который уже закончил. Мехмат. А вы, наверное, ведь еще борьбой серьезно занимались-то, да? Ну, это в детстве-то я занимался где-то... Как раз, когда в институте успел, как раз заниматься и бросил. Ну, это же трудно было совмещать. Вот. Поэтому там был даже такой значительный успех был чемпионом Москвы среди юношей, среди младших юношей. Вот. Вот. Ну, я, конечно, не стал бы настоящим спортсменом. Просто нужно было бы очень много трудиться. И я был совершенно на это не настроен. Вот. И, я думаю, у меня не было таких способностей. Вот. Кстати, интересно, что... И чемпион Москвы стал... Стал нечестно. Вот. А на следующий ют. Точно так же, вместо третьего, заслуженное место, полученное занятие. Четвертое так же меня обманули. Тогда было, не знаю, как сейчас, тогда было принято... Даже среди мальчиков тренеры требовали установки на успех. Вот. Была такая ситуация, что мы в финале встретились с одноклубником. И он никак не мог стать чемпионом. В принципе, независимо от исхода сладки. А я мог, если он мне проиграет. Вот. А он меня, вообще-то, был сильнее. Объективно. И тогда я это знал. И сейчас понимаю. Это был случай, когда он мне проиграл один раз. И он под меня лег. Ну, потому что это от него просто требовалось. Нельзя было мне не выполнить указание тренером. Таким образом он стал чемпионом. И точно то же самое. На будущий год я должен был занять третье место. И точно так же другие ребята из другого клуба так же поступили. И я занял четвертый. Так что. Вот осталось на всю жизнь, так сказать, поучение такое. То есть уже тогда были интриги? Ну, в общем-то, как нечто очевидно. Это нельзя назвать интригами. Это просто... Это специфика спорта, я думаю, что это не слышит даже не при коммунизме. Это, я думаю, что и до коммунизма, в цирковой борьбе все это было. Такая... Всем очевидная и оправдываемая, всем признаваемая нечестность. То есть никто не считал, что тренеров спили плохо, и что мальчики спили плохо. Мы друг на друга не обижались. Я... Тех ребяток, я был с ними знаком, которые... Меня уже так обманули. Я на них не был в обиде. Было понятно, что, конечно, они не должны были так поступить. А в студенческие годы вот чем жили еще, кроме учебы? Да... Дружили. Была очень хорошая дружная компания. Вполне, конечно, озорные ребята. Мы не хулиганили, преступления мы тоже никаких не совершали. Вот... Весело выпивали, играли в карты. При этом мы много разговаривали, общались. У нас были какие-то серьезные интересы. К курсу... К четвертому надоело пьянствовать. Как-то всей компании... Не то, что совсем перестали, но это перестало быть стержнем нашего общения. Вот... Показалось, что это неинтересно. Учились, собирались, собирались работать. И потом, действительно, получилось так, что несколько моих друзей в институте имели духовный интерес. Здесь мы продолжали общаться после института. Вот... И... Каждый по-своему потянулись в духовной жизни. Вот... Некоторые... А компания была еще пошире немножко у нас. Мои друзья математики, еще у меня есть дружная сестра. Она была журналисткой. Работала в московском комсомольце. Там ее подруги и друзья были. Художники-журналисты, например, норовистники. Мы так вместе дружили. Вот... И все... Так вот, потянулись, кажется, по-своему духовной жизни. Некоторые сразу в оккультизм длинулись. Вот... Я сначала увлекся морализмом. Конечно, Никита Женонсин совершенно не по натуре. Но увлекся Швейцер, Толстой. А христилища еще не было. Вот... И так увлекался морализмом. Но пока друзья занимались оккультизмом. Вот... То... Стало уже обидно, скучно. Швейцер, Толстой. А тут люди выходят. Помню, я кипосуху. Вот... И я тоже... Двинулся в восточную мистику. Ну, очень быстро. И... И Слава Дегусте очень не глубоко. Поэтому... Совсем познакомился. Все очень... Все очень понравилось. Ну, знаете... Буквально Бог ввел. Я даже приведу очень... Очень яркие предпримеры. Как там... Я... Я с ним советуюсь. Вот... Вот... Может мне тоже креститься. Он меня стал договаривать. Договариваю. Серьезно. Я со всем согласился. И твердо решил креститься. Где-то такой... И крестился, действительно. Вот... Второй очень похожий эпизод. Через небольшое время. Там... Тоже с одним оккультистом. Он мне очень нравился. Вот... Но он мне не брал ученики. Потому что... Костя, ты будешь священником. Вот... И поэтому... Я там купаюсь. Мурь, крестик потерял. Вот... И мне это Вася говорит. Ну... Давайте крестик вырежем. Нет, говорю. Я... Твердо отказался от этого крестика. И... Пойдусь я в церковь куплю. Действительно. Пошел... После этого купил... В церковь крестик. И... И... После этого очень быстро. Действительно. Там крестилась жена. Ребенка крестили. И я пошел в церковь... Работать. Вот. И сказал мне, что с туржем нигде нельзя. Верял терникам. Вот. Наобрасную пресню. Вот. Стал напарником. Стал Валерия Мишина. Который сейчас там... Сейчас там... Там и служит священником. Тогда был алтарником. Ну... Такое было... Было церковление. Вот. Вот. Друзьями... Отношения... После этого... Как-то так... С некоторыми сошли на нет. Один из... Друзей стал таким довольно крупным... Ницшанцем. Даже переводчиком Ницше. Сергей Жигалкин. Философ. Вот. Вот. Один из... Двое из друзей Николая Михайлович Новиков, Галина Васильевна Новикова. Вот. Они через много лет меня нашли. Уже они сами церковились. Вот. И у нас здесь с нами работали. Они помогали делать первые книжки. Потому что они профессиональные были. Фурналисты. Николай Михайлович до этого был главным художником Огонька. Главным художником литературки был. Такой вот крупный был художник-полиграфист. Галина Михайловна до этого много лет работал фурналистом. И... Ну, потом Николай Михайлович занялся своими уже книгами. Там, может быть, видели их. Вот. Это... О молитве Иисусовой. О молитве Иисусовой. О по двухтысячелетиям. Несколько нескольких известных. Близины. Вот. Последние десятилетия. У нас они уже не работают. Вот. Такие пути. То есть я правильно вас понял? Потому что крестились. Вы как бы еще не вполне осознанно. И не сразу стали во церковь. Раз. Среди друзей аппультистов услыхало, что Христос рассеялся в астрал, атмосфере. И тем, кто ищет духовную жизнь, в ней помогает. И поскольку... И поэтому я тоже хотел креститься. Вот. Но не совсем, надо сказать, без катехизации. Потому что среди этой же кампании был этот самый владелец Мишин. Он тогда уже был православным христианином и алтарником. Вот. Мы с ним побеседовали. Он на некоторый мой вопрос ответил. Дал первичное наставление. Вот. Потом и меня, собственно, привел креститься. Вот. Такая была весьма умеренная катехизация. Вот. И я действительно крестился. И как-то я выслушался. И причастился даже. Вот. Ну, конечно, я был человеком совершенно не церковным. И уже выцерковлялся потом, будучи алтарником. Почему у меня с тех пор и сейчас такой скепсис относительно твердой установки на большую катехизацию, с лекциями. Потому что очень многие люди, мои церковные ровесники, пришли совершенно без этого, составлялись уже, уже будучи в церкви. И если бы от меня потребовали сходить на десять лекций, если бы они были прочитаны скучно, что вполне вероятно, я бы просто ушел бы и понял бы, что в церкви все очень скучно. Вот. Поэтому, может быть, и неплохо, что только без катехизации. А там уже в храме, в живой церковной жизни, общаясь с людьми, отец Георгий Бриев, там, был третий священником на кресле. Вот. Там, как-то, постепенно стал на свои места. Он стал, так бы, духовным отцом. Ну, там уже в жизни была и катехизация. Ну, он не сразу стал вашим духовным отцом или как-то? Ну, не совсем сразу, но, наверное, через два уже, наверное, был. Дело в том, что, ведь, каждый человек, с ним он не сталкивался, он везде принимает то, чего душа ищет. И я вот говорил, что я мимо оккультизма очень быстро пролетел. Вот. Но меня, во всем, чем я там знакомился, у меня, больше всего, была воспринята идея, что человек духовно несовершенный, даже, как они правильно там учат, нулевой духовности, он нуждается в руководителе. Вот. И должен передать себя в полное руководство. Понятно, есть огромные опасности, мы знаем, что так можно передать себя в полное руководство какому-нибудь сатанисту, или там какому-нибудь еретику, и это может ужасно кончиться. Ну, я же говорю, что Господь хранил здесь. Мой приход в церкви не было элитатом поисков. То есть был элитат внутренней жажды, как праведный антарстанский пишет, что Бог отвлекается на каждое, на каждое желание наше сердце, близкое от Голослава, или невысказанное. Душа искала, и Бог на это и отвлекался. И вот эта мысль, что нужно обязательно, чтобы кто-то руководил, она сама была правильная. Но когда я отткнулся к одному культисту, он меня не принял к другому культисту, он меня не принял, даже сказал, что я буду священником. Хотя это было еще далеко до этого. А когда отец Георгий принял, ну и дальше я действительно под его руководством проходил свою церковную жизнь. А у вас тогда правило, что у вас тогда только один сын еще был? Ну, когда мы крестили, был один сын, а остальные потом родились. Когда мы с матушкой венчались, то уже второй был в очереди. И мы вообще жили законно. А как вы познакомились с ней вообще? Мы вместе работали, я был инженер-математик-программист, она была оператором МВМ. Ну и как-то там у нас были дежурства до 11 вечера. Ну как-то так до 11 вечера остались у компьютера. Ну и так и пошло. Вот. А почему вы так решительно уже сразу ушли с работы, стали алтарничать, в общем, в советское время, когда ясно, что не было шансов у человека с высшим образованием стать священником, не пропустят наверху? Я очень не любил работать. Вообще так. Я к работе относился только как к некой необходимости. Старался мне не ходить. И первые три года работал по распределению, поэтому никуда не денешься. потом я очень славно устроился. А почему у меня была идея, вот это были уже искания, вот, работать с людьми, чтобы была живая работа. Пошел работать в ПТУ. Вот. И там два месяца проработал, вот, но как-то не сложилось. Ну, я был-то чужаком. У меня был стиль общения такой интеллигентский, такой инженер. Вот. А там педагогическая среда совершенно для меня не знакома, я к ней не подходила. И не было никакой охоты встраиваться. Вот. И так все было спокойно, не было каких-то жестких, ужасных конфликтов. Вот. Ну, почувствовал, что среда торгает. Вот. Тут предложили вместо один из одноклассников. Ну, и я перешел. И было очень хорошо, там вообще-то можно было не ходить. Вот. Я не ходил, ничего не делал. Ну, там занимался своими делами. Вот. А потом вдруг, на тебе сказали, что надо на работу ходить. Вот. То есть был шок. И тогда вот еще нелепые поступки-то были. А в церковь, значит, сторожем, говорят, можно устроиться. Вот. Сторожем я не взял. Это пивчин даже. Это пивчин, конечно. Пить я и сейчас не умею. И тогда не умел совсем. Ради того, что я сейчас знаю, что не умею, тогда не знал, что не умею. И отправился я немного в Миловский собор. Вот. И там, в Лимовом хоре попел один раз. Мне очень там всем понравилось. Мне конситами, там гостил литербродами. Но регент, говорит, совсем не умею идти. Ну надо. Так что не получилось. В Миловский собор не взяли. И сторожем нигде не взяли. А тут как раз на пресне, на алтаре, поступил семинарию, освободилось место. И вот в отделе Мишин, который сейчас священник. Вот. И как раз мне на это место и предложили. Меня ни сего, ни сего взяли. Вот. И я там, напряжился я моментально. Я очень хорошо помню, что уже вот я пришел накануне Успения. Получилось там воскресенье было накануне Успения. Вот первый день я пришел, представьте, уровень церковницы, захожу в алтарь. Вот. Вижу, что Георгий потребляет этой тайны. Это я сейчас так понимаю. А тогда наши, как батюшки, завтракают из каких-то красивых, красивых посуд. Это такой был алтарь. Но уже на следующий день я помню, когда я стоял со свечой возле очень погребенной, через два дня. Свечой возле площадницы, вполне уже уверенный. А вторник, даже, по-моему, кому-то что-то совмещание делал. То есть попал на свое место. Это было первое место, в котором я серьезно относился. Ну, конечно, не без греха, но старался не сочековать. Это было ответственно. А прожить-то семья как или легко было? Ну, тут Господь послал супругу такую же нелюбительницу работать, как я. И она готова была уберись голода, но только ничего не делается. Вот. И поэтому там это очень смешно. Это правда. Там у нас оклад был старший инженер и работа без налога 135 рублей оставалась. Ну, это нормально. Жили. Еще 200 рублей было что-то скоплено, не помню откуда. А на пресне оплату обещали 70 рублей. Обманули. И ну, мы так рассчитали как раз еще 200 рублей добавим и нам хватит. Не знаю почему. Супруга была не против. Вообще. Вот. Ну, оказалось, на самом деле, что не так все плохо. Потому что в церкви другой стиль жизни. Обычно ничего не было. Действительно, 70 рублей так и было окладно. Это невозможно было, конечно, втроем прожить. Но все, кто ничего не давал. Тут прихожане ничего не дадут. Батюшкину, отец Георгий подержал. Ну, это не было обещано. не то, что мы с ним договорились, что он не будет доплачивать. Ну, женщине из завязчика. Они тоже подбрасывали. Вот. И поэтому так как-то и жили отец Георгий поэтически относился во всех отношениях. Не только как духовный отец, но и просто поэтически. И нам дачу снимал каждый год, так что ну, ради детей. Так что мы летом даже жили на даче. Вот. И так-то денег не было и на все хватало. Это был такой замечательный период. Ну, конечно, если бы в будущем это не поддерживать, было бы невозможно. Она там одно время пыталась какие-то деньги скапливать, но это поняла, что это безнадежно, что невозможно. Ну, мы никогда не... Ну, в общем, все всегда было. Были предельные были случаи. Один раз, помню, бутылки молочные сдал. Вот. И бусочи у Литвасов продал. Ну, там, правда, когда-то было накануне именинга. Вот. Это было восполнено народом. И вот отца другое купил. Вот. Но по-настоящему нужды не было. Где-то люди давали где-то продукты, одежду давали, а мы не отказывались. Поэтому церковь это вообще в этом смысле гораздо более человечным. вот. Хотя ничего, конечно, необычного. Ну, ведь мне вот рассказывали люди из вашего же того прихода Пресненского, что в то время община как таковой не было и быть не могло, поскольку в Советской области здесь наш противник всей этой современной теории общинности. Вот. Потому что что здесь не было общины? Какая должна быть община? И тогда тоже был отец Георгий, духовный отец многих ему и многих прихожан, моих ровесников, старше, мало уже. Между собой многие из нас были знакомы с Атумом. Были с Анатипином, были друзьями. Андрей Борисович был тогда молодого, ну, законодательная наука. Были в добрых в детских отношениях. Я, поскольку очень любил с отцом Георгием везде ходить. Вообще везде. Поэтому я играл, везде бывал, столом сидел и слушал. Ну, как чтобы был круг людей, общались между собой. Приходская община как некая общность на приходе, она в том виде, в каком об этом говорится, она возможна или в деревне, где очень мало прихожан. Их максимум всего пятьдесят. На Пасху пятьдесят приходят. Или за границей, где тоже очень мало христиан. Ну, пока, может быть, в таком смысле вообще, на нашем приходе не самый большой приход, но все-таки это подмосковный город, где сотни прихожан. Даже всего, когда-нибудь приходят тысячи, но постоянно прихожан сотни. Мы не можем между собой дружить. Это не нужно. Выделите из них какую-то группу людей, моих личных друзей, которые меня почитают, для которых я батюшка. в таком специфическом смысле в особом. Это называется «младоставчество». Я хочу от этого избавляться. Понятно, что отчасти все немощны и в том числе этим пропитаны. Но это точно надо бороться в себе, а не развивать. И поэтому я считаю, что приход не приход. Другое слово приход. Люди приходят, нас всех объединяются, чаша Господня. А так мы можем быть совершенно разными. У нас может быть большоначальник ходить, и академик, и преподаватель, и уборщица, и рыботяга, и спортсмены. И убеждения разные могут быть люди. Как мы можем объединиться в одном смысле? община. Нас с чашами, так было и всегда. В древности так и было. Слава Богу, отец Александр Шнемин много нам открыл и осмыслили другие. И сейчас много писал о том, что все христиане местные должны собираться на каждую или другие. Ну, по возможности. И все приезжают из одной чаши. А потом расходим все, причем обязательно должны потом все друшить. Забота духовника – чтобы люди относились к другу по-христиански. И недавно с ним разговаривал в семинаре занятиях мне один молодой батюшку рассказывал, что он вырос в Москве, там кто-нибудь заболел, сообщает батюшке, а батюшка оповещает всех, не может что-нибудь помочь. Ну, конечно, неплохо. Но гораздо лучше было бы, чтобы просто этот человек не батюшке бы звонил, а просто бы рядом нашелся собрат, которому помог. Естественно, люди другу знают, другу помогают. И вот в тех случаях, когда не хватает их братской взаимопомощи, действительно, ко мне обращаются, я констательно этот вопрос решаю. Тогда да, можем и деньги сплатить на нее. можно, но это плохо, когда до этого доходят. Вот недавно был случай, у нас есть семья прихожан, раньше отец и мать были на ногах, а дочка у них инвалид. Вот теперь трое инвалиды, никто не выходит. Вот об этом узнали, помощь нужна, конечно, большая, три инвалида. Ну, дошло до меня тогда. Ну, да, да, действительно, я там обратился, благословил. Я, кстати, этим не занимаюсь, сами как-то сорганизовались, посещали, понимаешь, что нужно. Нужно будет что-то именно от прихода, возьмем из прихода, каждый день что-то купим. Вот но и желательно, чтобы люди между собой сами общались. Пусть они между собой как-то и дружат. Вот там они, поинтересно, понятно, что ученые будут, у них будет кружок ученых, а у которых неученые будет кружок неученых. Поэтому у меня, честно говоря, было такое настроение, когда еще не было священника, уже об этом думал, стал священником, и очень хотелось, чтобы было как раз общение. Я понимаю, почему, потому что я очень большой любитель такой дружбы. У меня было несколько друзей, были глубокие отношения, счастье с их друзьями, считаю, хотя мы очень мало общаемся. И тут это раскрылось, особенно когда в Красногорск пришел, здесь стал настоятелем, и собралось очень много молодежи, и прямо такой восторг несколько лет сейчас, и об этом восторге вспоминаю стыдом. Я, по милости Божьей, все как-то не развалилось. Я знаю, что у некоторых батюшек, не буду что называть, но у одного очень уважаемого и достойного пастыря, сейчас весьма известный, не буду называть, конечно. У него все время рухнуло вообще, все его бросили. Потом какие-то новые собрались, сейчас это другая община. У нас этого не случилось, все как-то, так сказать, само собой подрастисло. Кто-то на меня обиделся, но ничего страшного не случилось, и никто сам не погиб, община сама не развалилась, но характер изменился, если я этого не скрывал, я говорил, что на самом деле основанием общины приходства это служение, не взаимоотношения между людьми, не дружба, а наше служение. Вот я поставлю служить, я служу. Вот кто-то вместе со мной служит, кто-то в этом служении. Бог помогает, вместе мы служение несем. Взаимоотношения у нас какие служатся, такие и служатся. А в чем причина, почему развалилась эта община? Что вот это, где опасность? Наверное, это общая тенденция. А потому что это душевное, а не духовное. Служение духовное, поскольку, наверное, и не очень-то яркое, это как-нибудь водитель, или там водопроводчик, что он такого делает. Но, однако, можно себя чувствовать членом приходской общины. Наша забота обеспечить богослужение, чтобы красные колени пришли, и у нас была богослужка. Последственная школа – это часть богослужения. Это я сразу говорю. Я, кстати, не в том, что не должно быть никакой переходской работы. Но, когда есть люди, почему же? Пусть они действуют, может переход этим заниматься. Последственная школа – это органичная часть переходской жизни, поэтому обязательно должна быть, она входит в основное переходское служение. Остальное, как получится. Ну, вполне прилично, если и просто люди верующие занимаются самостоятельно. Кстати, вот журнал «Фомаз», например. Я помню, даже Горбульков прямо говорил, что принципиально, и хорошо, что мы не работаем под руководством духовенства. у нас есть духовники, например, я передаю его слова, но мы работаем самостоятельно и правильно. А какими вещами должен заниматься приход? Как получится. А что у нас? У нас, я говорю, не развалилось, просто это было не жизненно, вот эта вот пылкость, у людей есть страсти, у меня есть страсти, у остальных тоже есть страсти. Началось всё с того, что, во-первых, один из наших лидеров просто сорвался и опять стал колодцем, как в юности, а потом ещё алкоголик объявился. И это наша такая нежность, приходится, это несколько потрясло, некая такая была здоровая, грозная струя вошла в нашу жизнь. Потом люди просто, пока были просто юноши и девушки, это одна ситуация. Когда мужчины и женщины, многие переженились между собой, создали семью, другая ситуация. И приход должен быть ассоциацией семей, в идеале. У нас трудности семей, но в идеале это ассоциация именно семей, а не так, чтобы человек из семьи бежал в приход. Для каждого, кстати, христианина семья это и есть место его служения, как раз. Даже там трудные отношения, если может муж верующий, а не верующий. Но так уже вот у него такая у него паста, неверующая, одичавшая. Вот он и должен быть семьей, и там молиться, и отношения наложены. Это невозможно говорить в общем. Все ситуации разные. И поэтому настроение переменилось. Внешне у них не было никаких потрясений. То есть не то, что массовые люди ушли, какие-то были скандалы. Просто постепенно само внутреннее изменилось настроение. И все. А вот расскажите, пожалуйста, вы же еще когда начинали воцерковляться много, когда-то говорили, что маму буквально отвращали от церкви свои ревности не по разуму. А, ну это было, да. А. Потому что это очень такой был по натуре очень давитель такой. Вот. Поэтому пока я сам был, я еще не верил. Даже в Бога верил, но так по-философски. Вот. И вдруг мама увидела молитвенник в шкафу. Ну, это, конечно, были небольшие домашние гонения, наркобесия. Ну, просто так Богу верить можно. Вот. А молитвенник это, конечно, не кино. Ну, это она потерпела гонения в первой серии. Потом я сам крестился, значит, быстро выцерковился. Стало понятно, что нужно жить только духовной жизнью. Всякие разговоры не на духовные темы, они исключены. Поэтому с мамой перестала разговаривать на недуховные темы. И требовалось, чтобы она разговаривала со мной только на духовные. Вот. Я подробностей не помню. Все-таки было очень давно. Вот. Но довольно-то твердую маму стала воспитывать. У нее хватило материнского такта. Вот. Сомнения. Не поссориться. Но храма хадиси не перестала. Перестала на долгое время. Пока не отошла от этого давления. Вот. Потом все-таки вернулась в церковь. Вот. Как-то Герой стал тоже обращаться подовой духовной души. Ну, и сейчас остается просто видеться редко. Вот. Так что она пережила, слава Богу, осталась жива. Вот. Такое неофитское давление. А. И решили, я знаю, что сыновьям не надо сказки читать. Тоже было такое? Ну, да. Тоже понятно было, что надо все давать только духовное. А там баба-яга ведьма. Все понятно. Такое ощущение бессмертное. Тоже это бес какой-то. Вот. Была такая ошибка. Вот. Но, поскольку это Георгий когда об этом узнал, то он меня наставил. Что это неправильно. Что, конечно, говорит. Это когда, если ребенок как Сергей Радовский, Сергей Радовский, Сергей Радовский, уже благодатственное дитя такое. Вот. Бог сам ведет. Тогда не надо, конечно, вмешиваться и под общую мерку его подгонять. Но, как правило, дети даже очень хорошие. И в будущем, может, святые. Они находятся в такой мере им нужна здоровая душевная пища. И тем более, что, действительно, развращать детей не надо. Но просто давать какую-то подготовку к жизни в миру через те сказки Пушкина, например. Вот это, конечно, не нужно. Иначе получится такой духовный ребенок, попав в школу, или будет просто растоптан. Даже не ребятами растоптан, а растоптан этой новой жизнью. Это была просто ошибка, которую он поправил. А единственное, какая была польза от этой ошибки, что духовных ничего не было, кроме Евангелия. Поэтому я решил сократить жития святых для детей, потому что старший сын нынешний епископ Константинов очень рано научился читать. Поэтому я сократил жития Дмитрия Ростовского, в общем, молодец, от руки переписал, потому что мне казалось, как не духовно на машинке переписать. Я не сказал, что до сих пор сократился такой родитет. Ну, это уже было проще. — Вообще ведь у вас из четырех сыновей, я знаю, что все они учились в семинарии и трое в сане, причем один епископ. Это даже у таких потомственных священников сегодня не часто такое встретишь. Вот я знаю, у отца Балериана Кречетова только два сына из четырех священники. Как это так получилось? Вы так настраивали их? Обязательно сразу заделся на церковь? Или каким примером? Почему? — Знаете, я скажу, что священство и христианство должно быть призвание. Поэтому, если у моих из четырех троих Бог призвал, то трое и стали. Если у четвертого когда-нибудь призвали, то и четвертый будет. А никого бы не призвал, и никто бы не был. И поэтому родители не должны себе ставить такую цель. Не священники, не не священники не должны ставить целью и вырастить ребенка священником. Может помните книгу «Одиночество». Там главная героиня своего внука решила сделать папой римским. И все было хорошо, и он уже учился в Риме. Потом из Рима приехали мальчики, которые в бассейне утопили. Это пример наших мечтаний о жизни своим чередом. Поэтому, на самом деле, мне, как всякому отцу, приятно, когда дети идут моим путем. В смысле церковным путем. Это, кажется, необходимо. А что касается священства, ну, если бы я был архитектором, мне было бы приятно сидеть с этими архитекторами. Был бы я, скажем, художником, который любит свое творчество, то рад был бы, чтобы дети тоже вместе были художниками. Только поскольку я священник, и действительно с самого начала прихода церкви, почти с самого начала, я очень полюбил священство. Мне было даже все равно, чем в соборе служить или в деревне, либо священное действие. Не знаю почему, мне очень это захотелось. Ну, и поэтому, не было естественно, что, может, нам тоже это понравится и детям. Но не было такой установки, безусловно, не было. И, в принципе, я даже нарочно готов был любой поддержать их многомерие. Одно время помышлял не отправитель старшего сына и старшей класса в медицинскую школу Примиссии, мы там недалеко жили. Паша, в нынешний отец Павел, одно время регента собрался тоже. Готовы ли поддержать его, на регентский факультет поступить. Потому что, ну, хуже не придумать, чтобы человек без призвания стал священником. Потому что еще, ладно, без призвания стал только. Я бы без призвания пошел в медный институт учиться. Ну, взял да и бросил. Ну, священца так не бросишь. Поэтому не должны родители уговариваться и у детей настраивать на это. А интересно, а было ли у них в переходный период у кого-нибудь из них такое охлаждение или бунт? Ну, у них конкретно, знаете, насколько я могу это видеть, наружу. У них не было охлаждения, собственно говоря, к церкви. Но было такое обалдение. Вот как Феофон Затворник пишет, что в переходном возрасте из последних областей, здесь порой ударяют голову. Вот. И у всех молодых людей, кроме тех, которые еще до наступления переходного возраста определились как христиане, сознательно, лично определились, не про детальского наводки. Вот. У всех эти поры еще все сметают. Что я вижу, ну, семья это не такая большая выборка, четыре человека. Ну, на первосредственной школе я вижу, что точно так и есть. Подавляющее большинство верующих, хороших ребят в этом самом переходном возрасте, их мутит и заносит, и многие впадают в какие-то недостойные поступки, и большинство потом возвращается. Таких, которые проходят более медленно, ну, не то, что совсем без каких-то, совсем без падений, без искушений, вот, но без больших таких завалов, считанных. Вот. И у нас из воскресней школы я троих вот назову такой. Это вот руководственная ненечная епископа Константиновна, отец Антоний Суханов у нас в Загощине, такой и монах Сергей Филиппов тоже. Он сейчас в Москве, в Новосибирском индустрии экономик. Вот. Остальные обязательно сделали эти штрафные круги, ну, если в биатлоне. Я там не умею, не занимался, но там, если стреляешь, мимо попал, здесь нужно сделать кружок. Вот эти кружки делают большинство. И я уж это даже и не боюсь, знаешь, что без этого невозможно. Вот. Но конкретно мои знамения. Не было бунта против Бога. Был некоторый, так сказать, более или менее явный бунт против родительского такого, давления моего особенно. Но отношения удалось сохранить единственное, потому что я в какой-то момент, по какому большому утешению, понял, что они выросли и резко снизилось давление. Просто сознательно оно было. Оно вообще было сознательным и по натуре, и по натуре, и сознательным. И в какой-то момент я понял, что это неэффективно. И прекрасно. Вы упомянули, что вот епископ Константин, что он отличал, что оно прошло так гладко. Правильно понял вас? Он, еще будучи мальчиком, не юношем, а мальчиком, он как-то осознал себя христианином. Вот. И встал так на церковный путь. Поэтому, когда начался переходный возраст, как у всех, он его встретил как христианин. Ну, как всему, у нас у всех бывают искушения. Мы все с ним боремся. И в этом вместе гладко. Никто без искушений не живет. Я просто почему спрашиваю, что он единственный, кто выбрал такое монашество уже? То есть это где-то чувствовал, да, что он немножко другой в детстве? Ну, что касается монашества, это не чувствовалось, что он, в самом смысле, монашество. Но он был очень серьезный, действительно. Его братья уважали. Ну, тоже в северной ситуации он никогда не пошутил. Было что-то в нем такое высокое, с младенчеством даже. Он был нормальный мальчик, но был. Интересно, он с вами советовался, когда решил пострики, или уже перед фактом посоветовавшись со своим духовником? Да. А я и был его духовником. Нет, ну там, я думаю, что это не секрет. Там много было размышлений, переживаний. Отец Георгий ему советовал. Я совет отца Георгий поддерживал. Помню, отец Кирилл, он так вот не сразу решился нелегко. Он прямо говорил, чтобы ему где-то пример и своей семьи, вот нашей, тоже нравилось представить, что у него там жена-дети. Не было такого, что он всей душой прям стремился в монастырь. Дом, собственно, никогда в монастыре и не был. Он такой монах, то что, наверное, с ученым монастыр. Ну вот, после всех этих обсуждений, по-моему, последний отец Кирилл Павлов, он тогда был духовником в Лавре, часто болеет, там-то учился. Ну, с ним поговорил, вот этот последний, мне кажется, штрих. Он колебался, собственно. Ну, был естественный момент поиск. То есть, не столько колебался, можно было бы говорить, когда человек принял монастыр и колебался. Были размышления. Такой некая очевидность, такой жажды монастыр. Бывает, что с детства мечтает о монастыр, то и не было. Так, а вот мы немножко забежали вперед, а вы же, когда вы все-таки решили рукополагаться и в Хабаровске отправили? Да, я руководился в Иркутске. Ну, это была одна пассия тогда. Ну, священник хотел стать очень радым. Ну, первые несколько лет, года три, по-моему, отец Кирилл не благоставлял, считал, что я не готов. Потом стали узнавать, как и что. Стало ясно, что Москва не пропускает. Ну, и так вот я дергался, поскольку мне не хватало кротости и послушания, чтобы просто ничего не делать. Те время куда-нибудь я просился, и мне везде отказывали, пока наконец нынешний владыки Иннокентий, литовский, вот. Он не предложил, что Георгию, значит, спросить владыки Риастома. Вот, благочинным предстоятелем собора в Хабаровске, вот, владыка Риастома, это, Хабаровск сходил в Иркутскую партию, владыка Риастома был иркутским, как тогда, правящим архиереем, и, тут, отец Валерий тогдашний, нынешний, владыка Риастома переговорил, вот, и тут меня вызвал, вот, я с ним приехал, он со мной поговорил, сказал, что мне руку положат, ну, тогда уже я все побросал и поехал руку полагаться. Он меня руку положил, а он был единственным архиерей, который сначала руку полагал, а потом документ заправил полномоченному. Вот одно и то же, но тогда получалось, что такой штрафник, как я, уже поломочил переспакт, он мог мне не дать регистрацию, мог бы вполне, вот, но уже там вроде махнули рукой, вот, и так я в Хабаровске и остался, вот, ну, и там в Хабаровске мы вообще-то намеревались там так обжиться, ну, страдите, болите, и потом матушка, вот, они уже с того ехали, действительно, по благословению Арса Георгия невозможно было там оставаться. Я еще год, еще служил на Дальнем Востоке, вот, а потом тоже перебрался и превышал назначение на ужин. А сколько всего в Хабаровске прослужили? Два года, я вот в марте был, был рукоположен, и потом, осенью, в ноябре я, ну, не с Сахалиной, не, из Хабаровска, из Хабаровска, надо скупить, из Хабаровска я прилетел обратно, был еще и третьего, полтора лет. В 87-м году полонзился, а в 90-м вернулся, даже восполненный. А чем отличалось, вот, все-таки еще советское время, пусть уже закат, но отличалась жизнь вот церковная в Хабаровске от Московской тогда? С Хабаровской от Московской, ну, отличалась, насколько я мог заметить, гораздо большим одичайным народом, потому что литературы не было вообще, вот, замечательный случай, случай жизни. Когда Владик Ростом прилетел в Хабаровск, там, после всеночной был ужин, и он, нет, обед был на следующий день, обед, и он дьякона, только что рукоположного, спрашивает, говорит, какие-нибудь книги читали? Говорит, читал бы это, окей, говорит, не знаю. Почему? Потому что они все были без начала и конца. То есть, на Дальнем Востоке книги 30-е годы сжигались на кострах. Смотрим иногда фильмы, как нацисты сжигали, так и наши коммунисты тоже сжигали духовную. На кострах не было ничего, храм были закрыты все, на всем Дальнем Востоке. Вот в Хабаровске первый храм был открыт уже во время войны, во время он как раз служил. И вот это, конечно, повлияло. Ну и гораздо меньше, конечно, было культурного духовенства. Своих почти совсем не было. Я служил в Хабаровском соборе, там было в Крючеве-Пенмаря три госкрюча и три украинца. Один был местный, один. Ну так все-то, это самая церковная жизнь. А прихожане были тоже совсем дремучие, что называется? Нет, ну люди-то люди. Я говорю, общая такая... Нет, ну люди, конечно, разные. Нет, здесь нельзя так говорить в общем. Общее впечатление, вот то, что гораздо менее образованы. Мне казалось, что это время гораздо больше каких-то удивительных грехов на Дальнем Востоке, чем в Москве. Тоже, может быть, сказалось еще и такое место ссылок еще с царских времен. Ну это, конечно, такие впечатления мои личные. Да, потому что это был первый же опыт приема исповедевать. До этого не исповедовали никого в Москве? Да, но потом приходилось исповедовать. Да. И все равно сохранились эти впечатления, когда в Красногорске уже стали Москву исповедовать? Да, ну они сохранились, но они не придают этого значения, потому что это все-таки впечатления. А когда вернулись, вас сразу сюда назначили, да? Да. Я какое-то время подождал еще, был за штатом, подал документы и ждал решения. И потом сюда сразу, да. Это в девяностом году. Здесь руины были, да? Ну, не совсем руины. Здесь, конечно, очень, скажем так, повезло, потому что все-таки место было обжитое, здесь хоть все было исковеркано, но было хоть плохое, но отопление. Ну, в общем, отопления, можно сказать, не было, так, потому что все уничтожать, все делать новое, но успели. Это была весна, за лето успели все сделать. Были помещения, и мы все-таки могли сразу, буквально через неделю, наверное, уже встали в литургию под куполом. Если в храм войдете, в четверяке, на уровне верхних окон, там был пол. Ну, там мы начали служить. Пока там служили, внизу что-то мы делали, готовили, потом спустились вниз, и сразу были помещения на третьем этаже. И там были службы, потом постепенно была средственная школа, там стала средственная школа размещаться. То есть это было, конечно, очень хорошо, как раз было место для приходской общины и жизни. на базе остальное уже могло развиваться. Но что касается такой строительной части, то практически все, кроме стен, все пришлось сносить. И крышу, все. Только стены остались. И начинали вы один здесь, да? Ну, конечно, один начинал. Потом в 90-м году меня сюда прислали. В 90-м году отца Сергею положили. Потом в 93-м году отца Дима Рашхоростова и дальше уже батюшки появлялись. А каково, когда два сына служат тоже еще раз. Одни и просто где-то в другой епархии, или как вот Владыка Константин, отдельно вообще в семинаре, а прям под Вашим началом непосредственно. – Ну, поскольку они порядочные священники, то трудностей нет. Поэтому отношения родственные у нас сохраняются. Отношения, слава Богу, на сегодня очень хорошие, а по службе они тоже мне обязаны оказывать послушание и оказывают отчет. Так что здесь проблемы есть. Были бы, конечно, большие трудности, если бы, скажем, родной сын находится в почтении, делал не только в церкви. Ну, в церкви особенно. И как-то плохо себя ведет. Получается, что то ли своими руками его куда-нибудь изгонять, то ли терпеть. Народ еще больше смущается, что батюшка сына покрывает. Ну, поскольку, слава Богу, где-то он, отец, правило, таких искушений не создаёт, и хорошо. А вот, вообще, если вы говорили, что друзья у вас есть еще с детства, то есть вы поддерживаетесь теми еще, связь с теми, кто был? Нет, у нас так не получилось, поскольку, вот, именно, уже названы Николай Михайлович и Галина Васильевна, они воцерковились, вот, и мы долгое время просто здесь, можно сказать, жили и постоянно общались. Но потом, когда они, у нас, собственно, здесь не стало ничего делать, и мои книжки себе сделали, вот, и заниматься было бы больше нечем. Тогда Николай Михайлович сам как раз занимался вот это изданием своей большой серии, получившей известность, вот, и стали реже гораздо развеяться. А те, мои друзья, которые не воцерковились, то нет и повода. Ну, вот, где-то лет пять назад вдруг они меня нашли, и мы поехали на дачу, там из них прекрасно посидели. Интересно, что мы с ним как будто мы не расставались, лет двадцать прошло. С той точки, с какой кончились, такой продолжили нас давний спор. Вот с этим самым шансом. Вот. Ну, искусственно устраивались отношения, как-то я никогда это не любил. Ну, можно было, значит, там специально звонить, встречаться, ну, как-то я не привык. Поэтому открыть для общения, но сам не инициирую. Поэтому оно стало очень редко. Ну, вообще, вы же просто говорили, что вы очень любите дружить, и что у вас это в начале беседы сказали. Дружить я люблю, но надо заниматься кимить. Я помню, отец Георгий мне дал замечательное благословение, когда я еще был в алтаре очень давно, никому незваным гостям не ходить и никого к себе не приглашать. И это, конечно, мне было, поначалу, много тяжело, потому что из-за этого самого качества, что я любитель этих дружеского общения. Ну, поскольку я к себе никого не приглашал, а сам тоже никому не отбивался, то это еще стало очень редко. Ну, и сейчас, по привычке, я тоже никого не приглашаю и никуда не хожу, поэтому больше с людьми общаюсь или в храме, ну, те, кто ко мне обращаются, с ними и общаюсь, в том числе и с друзьями, и с родственниками. Ну, я думаю, что ничего плохого нет, потому что я, собственно, готов, не то, что я не уклоняюсь, это никто не обижается, по крайней мере, оснований нет обижаться. А с учителями, с какими-то школьными как-то подберутся, из тех, кто жив еще? Ну, тоже как-то не сложилось. Специально можно поехать в школу. Ну, думаю, зачем. Отпевал свою учительницу, классную руководительницу, как раз, я тоже рассказывал. Просто как-то я такое искусство вообще не люблю, и поэтому такой простоты какой-то подростковой, как, ну, помню, блин, сколько, студенты, а поедем к Мишке. Ну, все поехали к Мишке, не знаю, что там делать. Но сейчас такого не это. Я как-то думаю, с естественностью здесь даже. Можете все-таки вспомнить, тем не менее, кто в жизни, ну, наверное, в церковной жизни, конечно, отец Георгий, видимо, да, один из тех, кто больше всех поднялась, да, или еще кто-то вот в церковной жизни? Ну, легко, не скажете про помянутого Владимира Хриостома и отца Валерия, нынешнего Владимира Иннокентия, потому что он был буквально благодетелем, потому что это… они меня не знали, знали только с отца Георгия, вот, и все-таки взяли на себя такую смелость, это конечно. Ну, такого вот именно решительного влияния, кроме отца Георгия, это не могу сказать. А так многие люди, конечно, влияли. Мы все только на другого влияем, это супруга, из которой, собственно, все церковные, значительные доцерковные жизни прожили, те же сновески, которые мы общаемся. Ну, много есть и друзей, вот эти с Сергией. Но такого, чтобы именно на меня конкретно появляли, ну, конечно, можно Владик Винали назвать и нужно, вот, потому что правящий архиерейцев, в принципе, с самого, так сказать, появления московской епархии. И человек, кстати, который дает пример, очень важный, пример безупречного, тоже не в самом деле безупречного, то есть он не позволяет быть упреком. Это очень важно. Когда-то Святейший Патриарх, поздравляя Владыку Винали с каким-то уберением, не помню, наверное, шестидесятилетиям, он сказал, что главное, определенное качество Владыки Винали — надежность. Ну, тогда еще дисциплинику я делал нынешней Патриархой — надежность. Я как-то тогда даже это не все равно понял, ну, насколько это похвальное слово. Это действительно очень важно. Уж лучше чем-нибудь не сказать, чем сказать, что мне нужно. Вот. И здесь, как же, постоянный перед глазами, постоянный пример, твердого церковного генерала. Это важно быть честным генералом. Почему более генералом? Как на войне, человек, который действительно хочет, чтобы армию победила. Не который хочет, чтобы армию победила, чтобы его не расстреляли, или чтобы ему новую звезду на погоне дали. Который действительно посвятил свою жизнь церковному делу. А вот из школы, из детства, может, не обязательно учителя, а может, это могли быть соседи, могли быть там вожатые в лагере, не знаю, кто были, кто-то в детстве, может, в юности, кто еще в до церковной жизни где-то что-то повлиял на вас, какие-то представления заложил, о добре и зле, о чести. Ну, что, само собой было. Ну, конечно, это мама, бабушка, разумеется, у всех людей такие родные. А так, ну, что бы думать, если не по очень крупному счету, то бывали интересные какие-то, конечно, такие примеры. Но это можно много таких приводить, скажем, Леонид Михайлович Волов, это учитель математики во второй школе, к которому я, когда собрался, бросать медицинский институт, то я поехал к нему посоветоваться. И он мне посоветовал, хотя бы такой старичок должен был более рационально рассуждать. Нет, я думаю, не надо сочетать, потому что людей очень много, которых я могу с любовью вспомнить, которые когда-то сказали какие-то важные слова, которые я запомнил, которые явились примером, или, может, отрицательным примером. Ну, по большому счету, на зал духовного отношения, конечно, отец Герки. Ну, понятно, что мы должны всех прощать, а тем более священник, но с чувствами ничего не сделаешь. На самом деле, были ли в жизни вас какие-то столкнулись с подлостью, с предательством адреса? Были ли такие чувства, когда прощать могли только ума, по сердцам никак? И вот сколько с собой не боролись? Да, что-то такого не было. Я вообще больше вспыльчивый, чем злопамятный. Разные такие, как бы сказать, страсти. Потом ничего такого, собственно, не случалось. Особенно. Я, скорее, могу привести очень интересную историю. Я, собственно, этого человека знаю только по истории. Я не знаю даже, как его зовут. У него дочка лежала в больнице, и там детишки в этой больнице ее возвратили, маленькую девочку. Но потом, когда эта девочка из больницы вышла, и как родители об этом узнали, то папа был, конечно, в шоке, и было у него вполне естественное не намерение их убивать этих детишек. Но злопа была очень большая на них. Но он был человек верующий, и он подумал так, что этим на самом деле сатана одержал победу и над этими детишками. И что, если он дальше будет еще злиться на этих детишек, то сатана одержит еще над ним победу. И он тогда, как в Сибири учетов, сломались не только о свою дочку, но и за тех детишек, чтобы они выпрыгались, покаялись, чтобы не было этой победы сатаны. Вот интересно было. Человека назвать не могу, а вот история интересная. А вот все-таки у вас так гармонично сложилось, что сразу жена за вами следом пошла, церковь крестилась, практически вместе вы церковлялись же. Ну да. Это все, конечно, так розово. Все звучит. Конечно, она могла бы это другой мрак рассказать. Потому что, конечно, характер, как я на маму давил, так и на жену давил. И, собственно говоря, к отцу Георгию она обратилась именно с жалобой на меня. С этого началось сообщение. Поэтому, конечно, много и, кстати, воспитания детей. Когда они уже выросли взрослые, то можно с юмором вспоминать про методное воспитание. А так, конечно, были и перегибы, и ошибки были в воспитании. Немного. Хотя я и сейчас могу сказать, что я не противник телесных наказаний. То, что они пользу приносят, когда без гнева наказывают с молитвами, просто наказывают для пользы ребенка. Мне приходилось, конечно, многое себе и погрешать. Не такая, конечно, была розовая жизнь. Совершенно некий такой Богом призванный Константин, который, так сказать, твердо и любовно нес свою семью, так сказать, к Богу, стал достойным пастырем, так сказать. Конечно, жизнь была со многими жизнью доставками. То есть могло быть, если бы не было опытного духовника, рядом, что наломали бы таких дров, что и в семье, и в семья бы, что дальше и дальше, какие-то неразвортения, то очень долгие, длинные конфликты. Да мог бы и при опытном духовнике ловить. Тут много милости Божьей просто. Я думаю, что ко всем людям относится. Бог всех любит и всех, как-то видит спасение. Но я, к сожалению, вижу многое. Лучевка, да. Я мог бы очень накурализить каких-то плохих поступков, но Господь сохранил. Я очень рад, что личность только одна, и с тобой подходит к концу. А вот все-таки, наверное, часто приходит, у многих прихожан, все неполные, в смысле, воцерковленности. Один из супругов воцерковленности. Это всегда, наверное, испытание? Ну, трудность, конечно. Ну, по основности, в таких условиях, в таких условиях тоже стараться идти по-кристиански. Ну, понятно, что это трудность. А вот, наверное, ведь часто вам жалуются на детей, как раз именно то, что перестали ходить в 13, в 14, в 15. И что вы советуете? Ведь у всех же есть соблазн, наверное, заблазнавать. Ну, здесь я действительно всем советую не давить. Это буквально бесполезно. В таком возрасте может быть только вредно. Маленького ребенка можно действительно просто взять на руки, нести в храм, и за ручку везти, и в 5, я думаю, что и в 7 лет. Просто все случаи. Вот. С подростком, на мой взгляд, самое главное — сохранить отношения. Просто взаимоотношения, чтобы они были. Потому что тогда как раз если я хочу оказать влияние на ребенка положительное, то это, если отношения не сходятся, то это будет невозможно. И поэтому Югорий не любует основать отношения сохранить. Вот. И вообще с ним надо общаться, разговаривать, и всеми силами постараться их не только с ребенком разговаривать, а его разговаривать, чтобы он разговарился, чтобы он мог открыться. Ну, и не то, что ты открылся, а перед тебе врежевать. Нет. И чтобы поддерживать эти отношения, тогда действительно возможна какая-то и помощь. А если он что-то плохое сделает, он какой-то приедет и расскажет. Перебежит за девочкой, и маме расскажет о том, как она соблудила. Вот. Ну, маме там, маме свои, а еще лучше подруге. А вот, по-русски, вы, я знаю, при приходе, уже много лет лагерь организовываете, детский, да? Сейчас мы лагерем не называем, сейчас лагеря запрещается делать, поэтому надо называть семейный отдых. Ну, фактически это лагеря, да. Ну, я скажу, какая, не знаю, нужно ли это записывать, что к лагерям очень большие требования по их организации, которые, ну, можно, конечно, соблюсти, но это настоящая, постоянная работа. Кроме того, некие неприятные требования, нужно, чтобы были там, дети ели обязательно за столами, вот, какие-то были удивительные условия, и тогда, получается, не лагерь, а некий, так сказать, комфортабельный, зачем мне, не нужный пионерлагерь, если какой-нибудь специальный, вот. Вот, а семейный отдых, это когда собралось несколько семей, со своими детьми, вот, и там, в нем нет никаких требований, а если есть несколько детей, то можно взять доверенность, например, то есть, вы поехали, например, отдохнуть в каком-нибудь лагере, а я вам, отправил с вами своего ребенка, ну, что доверяю, я не знаю награду вам, и буду, то есть, своего ребенка, тогда можно, вот, и у нас собираются нескольких прихожан, вот, и сотрудников, вот, со своими детьми, и еще с другими детьми, все, все с доверенностью, на батюшку никаких доверенности нет, батюшка просто едет, рядом отдыхает, вот, и там они, могут просто жить как граждане, и это очень успешно развивается, и не только на нашем переходе, ну, само по себе, конечно, такой, условно говоря, лагерь, где, где лодчиков, очень хороший, вот, видите, ну, в здоровой среде находится, скажем мне, две недели, вот, там есть церковная обстановка, потому что, обычно, обязательно богослужение, вот, и молитвы утром, вечером, и передой, и люди все, все верующие, но при этом, конечно, они там, и играют, и много всяких утешений, и, и дело у них есть обязательно, конечно, они все там и трудятся, и, и у Кострова по ночам дежурят, и, то есть, палаточные лагеря? Обязательно палаточные, потому что, дело в том, что, главное, не знаю, как у других, во всех лагерях, которые у нас были, в которых я сам, больше сведенников, участвовал, принципиально, принципиально, было важно, что это, там не было детского коллектива, детского коллектива, вообще зло, сам по себе. Поверитель Муха читали такое? Да. Вот. Я думаю, это всегда, в детском, в детском, в детском коллективе, всегда, в конце концов, будут превалилить, не самые лучшие, а самые плохие. Это, кажется, детских и инфантильных коллективов, армия, места, места заключения, вот, с необходимостью, все, такие коллективы не нужны. Ну, армия по необходимости собирает людей в подготовке к войне, или войне, ну, несчастная необходимость. Ну, детей специально собирать, чтобы они там развращались, то есть, зачем, не нужно. в детском коллективе, вот, у нас его не было никогда. Тут, это замечательно, общалось само собой. То есть, совместно, дети там, конечно, довольно свободно находятся, то есть, нет совершенно такого, что все время не при взрослых, не отойди, чтобы их там послушать. Нет, они обыкновенно общаются, вот, но они всегда, ну, как бы, единая жизнь со взрослыми, вот, то, что должно быть и в семье, кстати, как в семье должно быть у детей со взрослыми, со взрослыми единая жизнь. Я вот давно читал такое, статью одного светского педагога, по-моему, академика, который писал о домашнем воспитании в крестьянской семье революционной, XIX века. Насколько она была успешная. То есть, там, плодом этого воспитания было то, что мальчик в 14 лет, фактически, мог быть самостоятельным хозяином дома. Когда такие случаи бывали, что он оставался старшим, старшим мужчиной, он остановился. Девочка в таком возрасте была в матерью семейству. За счет чего? И вот, там, какие были грехи, конечно, не о грехах, а о самой системе воспитания. Самая система воспитания в том, что дети жили вместе с родствами, единой, единой жизнью. Вот. Это, это давало такой, такой эффект, ну, пока грудной, конечно. Но, как только он что-то мог делать, он сразу делал. Можешь пасти гусей, паси, паси гусей. Можешь нести, там, отцу обед в поле, нести обед в поле. Несколько километров на окна босиком по негладкой дороге. Вот. Можешь пахать, паси. Можешь готовить, готовь, можешь рожать, рожай. Вот. Вот. И это делало их взрослыми. Вот. И не лишало их детства, кстати сказать. Вот эти наши такие лагеря, они по такому типу, там была общая жизнь детей и взрослых. Вполне естественно, потому что понятно, что одно жизнеотечественное лагеря много занимает времени. Конечно, было несколько взрослых, которые его обеспечили в основном. Понятно, что дети не могут всего. Вот. Но что могли, они делали. Главное, что они взяли единость жизнью со взрослыми. Я знаю, что всем детям это очень нравилось. Вот. Вот. Но это невозможно, если дети живут в палатах. Единственное, только что если тогда с ним в этих палатах прямо жить, всё, что-то не то. Вот. А в палатах там жить невозможно. Ты можешь только спать. Ну и плюс там труд всё-таки, когда самим обогревать. Конечно, хорошо. А вы ездите или кто-то из более молодых священников ездит? Ну, в последнее время, мне трудно ездить, маму не с кем оставить. Ну, так-то, конечно, не пропадет. Если бы, я считаю, когда будет необходимо, ну, вот, скажем, если вот в этом году, в следующем, то есть поедем в Североморск, вроде, пять лет назад ездили, в последнее время некуда стало. То есть, опять поедем, ну, тогда уже буду на переходе, я как настоятель, конечно, смогу организовать, чтобы вам было всё, оказывать себе необходимую помощь. Ну, тем более, люди на переходе знают, любят, отношения хорошие, проблемы нет. Вот, ну, в Североморск надо им не ехать, там есть ещё представительские функции, вот, будет некая делегация от района, вот, а просто так ехать, отдохнуть, мне, как-то, ради этого не хочется приход ставить на усы, поэтому, я обычно не езжу, но я к ним в гости приезжаю, вот они когда ездят, вот я, скажем, и в этом году, кстати, ездили, я где-то на один день, сейчас, один день с ним провел. то есть, чаще в Подмосковье это бывает? Нет, это в Подмосковье даже никогда не бывает. Были, несколько лет на Воронежскую область ездили, вот, два раза ездили под Кострому. Там вот дети прихожан, а вот я знаю, у вас есть музыкальная школа при приходе, где, я так понимаю, приходят дети со всего Красногорска, не только дети прихожан, не только из церковных семей, она при этом прихрамилась, да? Да. Ну, она, собственно, на правах воскресных, она музыкальная по уровню образования, вот, но мы, принципиально, не хотим брать лицензию, чтобы себя ничем не связывать, но на правах воскресных от четырех лет детей принимаем, кстати сказать, мы же не то что специально делим прихожан, не прихожан, а кто-то становится прихожанами, вот, так что это, так, кстати, в любой Воронежской школе никто же не говорит, что вы к нам ходите, вы к нам не ходите, ну, из родных населенных пунктов, в любой Воронежской школе съезжаться. Не, ну, правда бывает, что такие, что люди приходят из совсем не церковных семей, потому что родители хотят, чтобы дети музыкой занимались, а потом, может быть, и ребенок, четыре года привели, он получает только бесплатный кружок, вот, а потом, три года у нас прозанимался, подготовился, идет в соседний Алый Парусал, и там свои таланты отдают. Алый Парусал, это замечательная музыкальная школа, светская, здесь вот, через дорогу находится, у нас, очень хорошие отношения и с директорами, и с педагогами, и с педагогами, и с педагогами. Ну, я вот, наших, там, впечатляю, что, во-первых, мы все равно, детей-то очень много, даже их больше, чем мы можем, освоить. Вот. Вот. То, что ребенок три года нас провел, вот, ему рассказали о Боге, вот, и он причащался, уже хорошо, куда бы он после этого не пошел. Вот. Ну, основное направление музыкальное, это хоровое, и так стараемся помогать им воцерковлению. А то есть те, кто приходит в музыкальную, они все равно проходят как программу воскресной школы, минимальную? Нет, в школу вообще воскресную, в смысле, что воскресную. Наоборот, у нас, если кто-то, понятно, что есть, ну, довольно много родителей, которые хотят, чтобы дети научили играть на фортепьяно. Вот. Ну, это легко отслеживается, когда обнаруживается, что ребенок на фортепьяно ходит, а хоры, церковные предметы, он болеет, да-да, занимается фортепьяно. Вот. Это, конечно, недопустимо, потому что я не против культуры, но у нас государство и муниципалитет занимаются просто так культурой. на первом месте в школе воскресной, а заодно они занимаются музыкальным предметом. Поэтому, те, кто пытаются заниматься только музыкальным предметом, ну, попытки бывают, но они легко пресекаются. Ваш покойный друг, отец Борис, он ставил всегда целью, что у него тоже было все при приходе, хоры, церкви, но он считал, что очень важно, чтобы участвовали в фестивалях вместе со светскими структурами и побеждали там, что вот тогда для детей это важно. Вы, как я понимаю, не ставите цель соревноваться за самыми фарусами. Дело в том, что здесь есть два момента. Отец Борис мотивировал свою установку тем, что Конаково маленький город, вот, некий такой дикий, вот, и что там, если ребенок будет просто заниматься пением, вот, то мальчики во дворе будут его обижать. Ну, я сам в Конаково не жил. Не знаю, вот, во всяком случае у нас такой проблемы нету. вот, что касается участия в разных фестивалях, концертах, то творческие коллективы, в том числе музыкальные, они не могут жить без выхода. Ведь если, ну, скажем, дети что-то рисуют, они должны где-то показать, ну, как-то просто так рисовать стул, но это бывает гениальный художник, вот, гонимый, он стул рисует. Понятно, дети надо строить выставки. Вот, если дети занимаются пением, вот они выучили какую-то там песню, но они должны где-то их спеть. Поэтому у нас был такой период трудный, пока негде было выступать. Мы даже, помню, обошли местные детские садики, набивались там концертами, чтобы дети выступили. Но сейчас давно прошло, таких трудностей нет, нас охотно принимают и приглашают на разные фестивали, церковные и не церковные. Недавно, кстати, пели в ветеранском соборе, ну, это просто его сам ветеранин, это как концертный зал. Вот, пели Глорию Вивальди, вот, замечательно. Вот, я сам не видел, но в записи, послушал, но участвовал в богослужениях. Ну, это тоже когда-то была идея, что для тщеславия как-то их вытащить, но сейчас уже идеи такой нет, понятно, без тщеславия ничего не обходится, понятно, что где-то выступают, он хочет выступить хорошо, и понятно, к этому тщеславия перемешивается, но сейчас как-то все проще. Просто они кроме богослужения это как постоянная жизнь, и всегда в репертуаре есть около 80 произведений богослужебного репертуара. Есть урок молебен есть, это у нас особый церковно-педагогический проект. Ну, поскольку есть еще классический репертуар, то где-нибудь поступаем довольно успешно. успешно выступает, потому что хорошо готовится, потому что успешно выступать. А вообще, хоть это ближнее Подмосковье, но, наверное, отличаются ли взаимоотношения прихода и окружающего не церковного общества? Лучше ли знают священника здесь? Узнают ли вас на улице? Может, в Москве часто это вообще два мира не пересекающиеся? Да. Наверное, в Москве, в общем, в очень большом городе, там люди более разобещены. Здесь город, конечно, тоже, 150 тысяч жителей, но еще потому, что многоэтажный, компактный, то больше, конечно, больше знакомых лиц, и для меня больше знакомых лиц, и меня, конечно, на улицу узнают. Тем более, что в Москве больше транспорт развит, поэтому в основном люди ездят, видимо, не столько поближе к дому, сколько куда ближе к работе, по разным причинам. Здесь все-таки, конечно, большинство людей, которые в наш храм входят, где-то есть недалеко и живут. Те, которые издалека ездят, в основном здесь живут, поэтому и на улице, часто встречая знакомых, есть отличия от очень большого. А те, кто совсем не ходят в храм, узнают, знают, что вот это настройство ближайшего? Конечно, потому что маленький город все время мелькают где-нибудь на местном телевидении, где-то на местной прессе, уже больше 20 лет здесь в Красногорске присутствует. Интересно, сейчас говорят о росте каких-то антицерковных настроений, вы это как-то ощутили, что какие-то отношения стали хуже? нет, я этого совершенно здесь не ощущаю. Я думаю, что вполне конкретно есть и среда этих настроений, и вполне конкретно есть провокации. Сами провоцируем такие настроения, с вами бывает не обдуманным поведением. Нет, дети абсолютно не знают, ни стране народу, ни стране начальство. Вы уже много лет благочинны, но в Красногорске, если не ошибаюсь, нет православной гимназии? Есть не полная, начальная. Свято-Георгиевская гимназия при Знаменской церкви в центре города есть очень хорошая, кстати. Она просто недавно существует, поэтому пока начальная? в исключении трудности с помещениями. Вот отец Владимир настоятельно, упорно борется, не без успеха. Вот сейчас они домик один вернули, ну, второй тоже надеются вернуть. Но это будет, видимо, через два. А пока они до четвертого класса доучают и детей выпускают.